Да, друзья, вот мы, ведомые духом, пришли на эту пропорть, которая довольно здоровенная. Я в гектарах, знаете, слабо пересчитываю, но чувствую, что гектары тут есть. Дверь немножко странная, вот я бы сказал, стеклянная. Это чтобы было видно, кто пришел. Ну, хотя здесь место такое удаленное. Если кто-то пришел, например, то хочешь знать, кто. Ну, пошли, вот давай. Да, давай, давай. Вот сейчас у нас человек заходит, Сергей заходит, и мы с ним. Так, да, а, тут есть дверь, сори, есть старенькая дверка. Я понял, их две. Старенькую открыл, и смотришь, кто-кто пришел. Сейчас мы разуемся. Тут кроме нас, чувствуется, есть люди, детишки есть. Зашли. Так, так, вот. Значит, культурненько. Надо, знаешь что? Надо найти где-нибудь флайер. Флайер. И на флайере будет написано, кто, что, чего, сколько. Как вам нравится цвет? Вот этот темно-коричневый, интересный цвет такой. И очень интересно, мне нравятся вот эти рамки. Посмотрите, как сделано, да? Рамки светленькие такие. Не похоже на стейджинг. Все-таки как-то мебель, вот эта мебель, кажется, совершенно настоящей. Да, тут я. Фанды. Так, чего пишут? Вся земля наша, 629, то есть вполне нормально так. 629 тысяч, что крайне немного. Ну, 630. Ну, так, хорошо. И где, где у нас данные? Я без очков не вижу ничего. Это рейты, сколько? Я не скажу, что, сколько платить. Ну, подожди, но... Странно, ничего не пишут. Сейчас я погрежу. Вот тут, друзья, все написано. Значит, 6 акров земли, это 3 гектара по-простому. Значит, бедрумов у нас 4, 2,5 туалета. Я через камеру читаю, так я без очков бы не увидел. Площадь дома я только не могу тут пока разобрать. Ну, мы спросим, если что. Ну, хорошо, значит, вот, пошли смотреть. Эту часть мы видели. Я понимаю, да, мы все хотим туда. Здорово. Ничего не делите в этом. Нет? Только одна квартира, только одна комната. Окей. Что с этой комнатой? У нас есть комнат? Я не уверен, что это можно делать, но вы не можете. Говорят, что нельзя участок делить и на нем строить. То есть, как бы, в этих местах не разрешается. Вид красивый. Да. И что это квартира? Это около 2200 на двой части. И еще тысяча в доме. Окей. Очень хорошо. То есть, в целом, около 32-3300. And how old is the building? 1984 94-2004 30-33 years Вот этот тушенок Туалет Но тут свет не горит Ну да, стиральные и сушильные машины Тут может быть гараж Да, вот гараж на две машины Для двух машин он действительно очень Такой, знаете, просторный Видите, тут посредине даже Какие-то полки Наверху там, смотрите, сколько всякого На антресоли там накидали Хороший гараж, шикарный Так Ну что, идем дальше С учетом Какая комьютика Давайте скажем Где вы пытаетесь идти? Давайте скажем Я живу в Александрии Ага Ну да, да Да Трубка Плок Орпарат На крышу Трубка На крыши Трубка 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 На крышу На крышу Но это в Ашберге. Но если бы вы хотели идти... Есть босс, который идет от Лизберг. Если вы знаете, где Лизберг аэропорт находится, то вы можете взять босс прямо через улицу от Лизберг аэропорта, и приводит вас в ДС. Сколько времени? 1 часа. Добраться до Белого дома близко. Сколько? А вот говорят, что там чуть ли не минут 45-50. Если без трафика. Там прелестных 3 спаленки. Пошли искать 3 спаленки детских. Прелестных. Пошли направо. Тут как-то... Какие-то ниши такие. Такой заковыристый коридорчик. А, я понял. Это снаружи вот эти окна. Видны. Хорошо. Значит, это можно считать бедрумом. Один бедрум. Ну уж очень навороченные коридоры. Ну правда. На втором этаже. Опа-на. Прямо на чердак мы попали. Точнее, можно сказать, что это неотделанное помещение, которое можно было бы отделать. Но в данном случае оно вот такое. Ну хорошо. Такое помещение. Так, пошли искать что-нибудь поддающееся осмыслению. Тут шкафчик. Ой, мама. Так. Идем дальше. Все по правую руку мы держимся. Так. Еще один детский бедрум. Ну, мило. Тут метров, наверное, 12, если не 14. Такой. Относительно просторно. Ну, скорее 12, чем 14. Так. Из окошка вид. Ну там прикольно, да. Все понятно. Так. Я спиной покидаю это место и продолжаю движение туда. Обход по правую руку. Туалет. Ну, туалет. Туалет. Опять по правую руку. Так. Еще один бедрум. Такое, видите, интересное очертание. Потолок тоже так вот. Так. Вот, собственно, весь второй этаж. У них еще есть и подвал тоже. Пошли, пошли вниз спустимся. Наша делегация, друзья, наша делегация московская отправляется вниз. Говорит, надо лошадь есть. У нас есть знакомая с лошадью. Да, как бы не пришлось знакомого держать вместе с лошадью. А у меня есть знакомая с лошадью женщина. А зачем нам лошадь-то едет? Нет, так пастись красиво. А, для красоты. Да. Понял, понял. В принципе, как бы... Друзья, для красоты. Так, Сергей, Сергей, пару аккордов. Смотри, посмотри, какая лошадь стоит. Пару аккордов. Пару аккордов. Пару аккордов. Аккордов пара. Это ж не лошадь или едет. Там что-нибудь такое. Настроены инструменты. Не совсем, не совсем. Так. Это аккорд такой. А, так. В гостях, если что. В гостях, если что. В гостях. Да. В гостях. Сергей, это мы сейчас должны разыграть анекдот, когда я говорю, скажите поручик, это вы сейчас так прекрасно играли шопена а ты говоришь да бог с вами рот мистер это я так фигачу по клавишам что на ум придет так это для сушилки стиралки на это место да или нет не факт но это выход на улицу да наверно на лошади поскакал пришел слушай это уже коров не корова это лошадь такой же окрас я не понимаю лошадь друзья лошадь такого же окраса как корова с белым вот этим вот это какой-то эстет тут наверное этим занимается но чтобы я так жил слушай а там еще собака мне кажется вот вот собаку вот так тут у нас что тут такое на самом деле как бы техническое помещение с одной стороны тут вот хитрый стоят с другой стороны холодильник вот эти даки пошли вот гонят воздух теплый это будки да наверно эти но лошадь они там звери тут и лошадь не зайдет сюда нет и был бы зверь он бы облаял нас может ракун здесь живет в клетке так что здесь так швейная машина друзья кто любит шить тут есть машина brother так что назовем brothers and sisters да вот так но тут все-таки такое полуподвальное помещение вот тут сверху окошечко такое есть так ну да так как это поцелуй без любви такое окошечко да ну что уходим друзья уходим или о нет рано уходить рано уходить значит тут телевизор пожалуйста можно посмотреть телевизор тут где-то 1000 square foot сказали внизу то есть там где-то под 100 квадратных метров но не слона есть это детская это детская кухонька для маленьких деток вот у меня наташ трехлетняя с большим удовольствием готовит на такой так да ну это тут детишки детишкам хорошо в таком месте места много родители спокойно они никуда не убегут что там за дверью-то кладовочка просто понял это у кого такое это наше следующее но пошли спасибо этому дому пойдем к другому так сейчас светлана только опросим сетка сетка давай пару слов просто тащусь от этого дома да он очень грамотно сделан так очень аккуратно в чем грамотность ты знаешь что в нем нет ничего лишнего это не фэнси дом это такая рабочая лошадка для семьи для деток для жизни понимаешь потрясающим видом из всех комнат наверху есть вид из той части и из этой части и сам он сделан то есть уже не нужно вкладывать него деньги вот можно вселиться не выжить и получать удовольствие я бы я я офигела от от вида это то что мне надо а вот именно где живут как живут мне нравится пространство прекрасное пространство комфортное тут есть где внуков поселить по цене как она по цене она вот это продавать свой придется дом тот и не который мы рассчитывали что мы будем сдавать и как бы на пенсию надо думать надо думать что делать я спросила сплит он говорит нельзя делать участок нельзя делить за то что построить и продать не продавать а можно построить гост хаус а серёжа как далеко от работы ну я думаю это минут на 15 дальше чем мы живем представьте всего 15 минут то есть это в принципе хорошее место очень да вид который вот от которого я мечтала всю жизнь лошади я же занималась склонным спортом и потом травму получила можно на пенсии и я просто я может быть опять займусь этим не надо уже получила травму но с другой стороны просто любоваться на них и рисовать это тоже очень здорово и тем больше у меня есть друзья тем более лошади красивые здесь белые кровати я скажу давай твою сюда пересадим бесплатно мы можем мы можем реально к соседям обратиться и сказать господа у кого есть лошади нет нарисование нарисовать может быть они закажут закажут портрет любимой кошечки вы знаете лошади картина лошадей это отдельно держи это лошадиная как бы это мидлбург здесь богатые люди живут которые любят лошадей поэтому картина если начать с лошадьми это вообще а если еще всадника на нее знаешь что можно можно просто с лошадью просто рисуется одна лошадь а всадника просто лицо надо подрисовать и все это можно это выходит за рамки наших этих самых еще раз сколько они хотят за это 629 629 тысяч друзья вы видите что стоит на рынке тут не написано вы видите что алюна сомневается так что если у кого-то есть там желание пожалуйста приходите лошади вам обеспечены соседями здравствуйте друзья еще один open house у нас тут вообще довольно красиво тут новые новые дома тут большая большая территория застраивается и вот мы тут пришли как называется model model home тут на нем можно посмотреть значит то что мы здесь видим это как бы идея такого что в одном уровне все было где-то две тысячи с половиной сквера футов где-то 240 квадратных метров еще подвал а в принципе можно и второй этаж настроить то есть есть модели с двумя этажами вверх есть с одним но вот то что мы сейчас смотрим это с одним стоит это 600 30 640 тысяч базовая модель но это вот офис в нем шкафчик туалет в принципе здесь сейчас офис риэлтора который работает ну вот так bedroom который можно зайти из туалета а можно из коридора так а я не видела сколько тут спальни по моему три внизу она сказала что внизу 3 спальни ну вот на этом уровне 3 вот тут большой такой опыт 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 спейс друзья надо сказать что цена в целом довольно демократичная демократичная так это это для стиральной и сушильной машины вот тут место так кухня очень симпатичная ну чё ален как тебе тут я даже уже не смотрю на него представляете вид не устраивает но вид меня совсем не устроить но понимаете мне не так тот дом понравился понял перебили перебили так а здесь странно такое это вот как такая решетка не знаю может пристроить что-то нужно там веранду какую так ну вот такой вид 10 на дверь как бы в никуда наверное в каких-то моделях подразумевается что там что-то будет хорошо ничего себе мастер бедрум друзья это мастер бедрум это на первом этаже такой мастер ломастер шкафчик вот инклозит вместо не пожалели ну что же хорошо и вот санузел так если можно выразиться вот так душ просторный туалет ну и тут мы с вами друзья передаем привет нашим зрителям тут сразу при входе если посмотреть вот есть небольшой такой туалет половинка туалета да тут без душа для гостей пришел руки помыл ну если была нужна какая тык исправил тут вот спаленка ну да мы уже здесь проходили спаленка которая выходит в туалет вместе вот с тем офисом который там дали ну чё пошли вниз пошли вниз все такое карпетом покрыто просто громадная громадная громадное помещение что там у нас это называется light вэл обычно то что тут есть да вот там лесенка наружу немножко утоплено она не совсем утоплено так частично почти утоплено light вэл хорошо так тут у нас широкий просторный коридор я хочу сказать что бывает хуже намного так вогты гар боже что это это наверное не отделанное помещение которые еще можно отделать ой 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 а может быть это для каких-то моделей не отделанная для каких-то отделанные или существующие люди существующие сверч как ты считаешь что это так не отделали все таки она не делала но куда столько я не знаю я сначала думал гараж дальше потом смотрю нет нет это просто решена изоляция все хорошо да все он если надо еще сделать так вот можно несколько драма сделать при желании туалет с душем все хозяйстве просторно конечно шкафчик шкафчик так мама мама тут можно сказать что еще на какое-то незавершенное помещение вот она тут ну конечно здесь технические всякие есть дела хитр но water хитр и кондиционер не кондиционер смысле система обогрева да ну в общем вот так ладно дальше шкаф туалет с душем а я извиняюсь друзья и пошел не в ту сторону возвращаюсь на правильное направление такой небольшой bedroom тоже с таким световым колодцем вот такой вот тут и там тоже шкаф walk-in closet со шкафами здесь вообще неплохо сказать что чувствуется что от души так ну пойдем 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 обратно в некотором смысле можно сказать что пространство организовано бестолково потому что непонятно вот что с ним делать да то есть она не предлагается как организованная ну что вернулись мы обратно пошли искать ваших друзей она нам расскажет что она себе думать за это но тут интересно очень дели его новый дом за такую же цену на 25 иди в кадр поляна практически так практически та же самая цена как только что мы видели дом да то есть фактически это то что вы здесь маркет прайс вода мы видим на двух чашках весов тот дом и этот тут намного меньше земли на лучший дом там намного больше земли соответственно за те же причем я тебе скажу так здесь очень высокий потолок здесь поток не 10 футов 11 отлично вот и немножко в комнатах за счет того что высокий потолок ты чувствуешь себя немножко кластрофобично вроде бы тебе дали высоту но комната сама кажется очень маленькая это то как сейчас строят то есть она за счет высоты потолка кажется маленькая это самое весело в ребят будет когда вам надо будет лампочку поменять еще надо отапливать и кондиционировать да все это да то есть вопрос такой что вот не этот дом он в принципе очень хороший дом я построил дизайнером все хорошо но у меня не сколыхнул такие чувства что это уютный дом и такой удобный лежит для меня немножко вот это вот вверх какой-то маловатенький вроде опять же может за счет высоты потолка какой-то немножко кластрофобичный такой ничего странники и низ ну не загромно его обжить надо там фактически family room сделано одна спальня сделана и дальше делаешь что хочешь но новый дом стоит таких денег можно ли здесь жить можно прекрасно когда нужен вид конечно у меня душа лежит больше потому серёж с точки зрения добраться до работы вот до белого дома мы всегда до белому дому если нужно срочных трампов баха и сколько это дальше чем то что вы видели сегодня я человек городской я привык ездить на автобусе на метро мне там гораздо ближе чем отсюда от у нас здесь наверняка где-то есть остановка автобуса тоже но это здесь более забитая дорога нам я еду на автобусе по платной дороге мне это больше нравится то есть это с точки зрения транспорта него не идеальное место оно наверное хорошее но нет у меня там второй офис по вот где я сейчас работаю и большинство работа но все-таки туда больше не понял